20 лет назад в Blizzard умели балансировать игры. Уже с первого StarCraft'а компания сконцентрировалась на мультиплеере. И хотя в WarCraft 3 и StarCraft 2 были отличные сюжетки, сейчас их тоже воспринимают как киберспортивные дисциплины с идеальным балансом. А вот говоря об относительно свежих Overwatch и Hearthstone, часто вспоминают их несбалансированность. Привет, с вами Дарья Кравчук, текст писали я и Юрий Кулагин, и давайте разбираться, что пошло не так и почему раньше у игр-компаний с балансом все было лучше. В хорошо сбалансированной игре нет однозначно сильных и слабых сторон. У всех равные шансы на победу, а на каждую стратегию есть контр-стратегия. Игры балансируют как во время разработки, так и после выхода. На этапе разработки геймдизайнеры балансируют два вида элементов. Руку, условия в начале игровой сессии. Бросок – решение, которое игроки принимают во время игры. Например, в Overwatch набор героев, доступных игрокам – это рука. А вот то, каких команда выберет перед началом сражения – это бросок. Если доступный игроку бросок в чем-то сильнее других вариантов, то в другом он должен отставать от них. В том же Hearthstone сбалансировать отдельные карты относительно просто, так как переменных немного. Стоимость карты, наносимый ей урон, здоровье существа. Но как быть, например, с героями в Overwatch, у которых этих переменных могут быть десятки? Цените слабости. Иногда именно они очень любопытно проявляются, создавая интересные ситуации. Один из моих любимых примеров – подрывник в Team Fortress 2. У него в арсенале есть два типа взрывчатки, он может быстро превратить толпу противников в кучу хорошо поджаренного мяса, а еще он отлично расправляется с турелями. Кроме того, у него среднее количество здоровья и стандартная скорость, а именно этими двумя показателями в игре обычно балансируются классы. Но как же сбалансирован подрывник? Дело в том, что у него вообще нет огнестрельного оружия. Это означает, что для него единственный способ убить противника, не считая рукопашки, предугадать, где тот окажется через долю секунды. Есть несколько приемов, чтобы не допускать дисбаланса еще на этапе разработки. Статистический анализ сверяет все игровые параметры и характеристики с помощью математических расчетов. Баланс случая или попросту рандом делает игру менее предсказуемой, давая слабым игрокам больший шанс на победу, при этом мешая опытным точно просчитать партию. Динамический баланс или баланс обратной связи изменяет баланс прямо во время игры в плюс или в минус. Положительный дает преимущество тому, кто уже вырвался вперед, почти гарантируя ему победу. Отрицательный, наоборот, замедляет прогресс лидеру или как-то упрощает жизнь отстающему. Например, в Overwatch на картах с вагонеткой, чем дальше продвигается команда, тем дольше ей бежать до основного поля боя. Помимо более специализированных элементов дзянокарты, направленных на общий баланс и реализацию героев, не так же крайне важны тайминги. В Overwatch, как правило, тайминги асимметричны из-за режима игры. Например, игрокам обороны очень сложно удерживать тележку и первую точку на ранних этапах матча, так как бежать до нее от точки возрождения приходится довольно долго. Поэтому в начале матча команды обороны играют по сути в меньшинстве, но на поздних этапах все становится наоборот. Под конец обороняться проще и для баланса атакующим игрокам смещают спавна на новые контрольные точки, чтобы те были ближе к полю боя. После релиза мультиплеерной игры разработчики собирают много информации для настройки баланса. Данные меняются, разработчики подстраивают баланс под них. Иногда симметрично, чтобы поддерживать интерес годами. Пикрейт показывает, насколько часто игроки выбирают персонажа, класс или карту. Винрейт – с какой вероятностью выбор приносит победу. На основе винрейта игроки постепенно выстраивают и постоянно меняют мету. Сочетание самых действенных тактик, карт, героев и прочего на конкретном этапе развития игры. После релиза у геймдизайнеров есть два инструмента балансировки – нерфы ослабления и бафы – усиления. Размахивать имена право и налево не стоит. Эффективнее настраивать точечно. Например, сравнивать успех конкретного персонажа в борьбе с конкретным юнитом. Когда здоровье викингов StarCraft 2 увеличили со 135 до 150, это был не просто абстрактный баф. Цель была в том, чтобы два его злейших врага – губители зерков и сталкеры протасов – убивали его на один удар дольше. Причем нерфы и бафы не всегда нужны для идеального баланса. Часто их используют, чтобы сделать игру интереснее. Например, Blizzard предпочитает бафы нерфам. В том же StarCraft 2 разработчики не стали ослаблять однажды слишком усилившихся тиранов, а сделали протасов и зергов мощнее. Пока Blizzard занимались только стратегиями, им не было равных в балансировке. Во многом благодаря тому, что в них было всего 3-4 стороны конфликта. В основе StarCraft лежит разветвленная концепция – камень-ножницы-бумага. Три расы в игре сильно отличаются геймплейно. Зерки полагаются на заражение территории, силу масс и улучшение с помощью мутации. В то же время протасы делают ставку на тактику и комбинации дорогих эффективных юнитов. А тираны – на оборону из минных полей, турелей, бункеров и так далее. Секрет баланса StarCraft – контртактики. Один игрок эффективно использует зеркраш, пока второй не построит защитные бункеры и будет сидеть в обороне. Пока третий не накопит ресурсов для создания более мощных юнитов. Но пока он копит, к нему может прийти первый игрок со своими зергами и нарушить планы. Благодаря такому подходу в StarCraft не было ультимативных приемов. Даже ядерная ракета тиранов – несовершенное оружие, хотя неплохо сбалансировано. Противник узнает о запуске ракеты по красной точке, и у него будет 10 секунд, чтобы найти и уничтожить призрака-наводчика. Если бы этого призрака поймали по пути на базу, то противник заранее бы знал, что задумал его оппонент. Это явление называют сигналом, и это важный аспект любого баланса. Игроки дают друг другу сигналы, когда определяются с выбором тактики или когда начинают реализовывать ее. В хорошей игре, созданной по принципу камень-ножницы-бумага, не бывает атаки без сигнала, но могут быть сигналы без атаки. Например, игрок StarCraft 2 может заметить, что около его базы ошивается дрон протасов. Как правило, это означает, что скоро у стен появятся фотонные пушки, что, скорее всего, приведет к проигрышу. Этот дрон легко уничтожить, но теперь игрок будет тратить часть времени и сил на патрулирование окрестностей. Warcraft 3 запомнилась удачно сбалансированными героями, но геймдизайнеры изначально не знали, как заставить концепцию работать. В итоге они неохотно решились ввести спорную механику расходов на содержание войска. Дело в том, что разработчикам Warcraft 3 казалось, будто они наказывают игроков за развитие, ведь чем быстрее росла армия, тем медленнее пополнялась казна. Но в итоге новая механика заставляла игроков идти в бой, а не отсиживаться на базах, наращивая войско. Заодно приучало разумнее командовать небольшим отрядом. А самое главное, расходы сделали акцент на героях. Новые игроки в Warcraft 3 часто думали, что охотницы — крайне мощные юниты в начале партии. Но как только игрок понимал, во сколько ему обходится их содержание и насколько легко они погибают, столкнувшись с конкретным видом урона. Он видел, что вложил слишком большую сумму в одного юнита. Именно такой тип баланса привлекает внимание. Идеология StarCraft и Warcraft 3 построены на основном правиле. Игроки проигрывают из-за своих ошибок, а не из-за баланса, благодаря чему эти игры стали стандартом киберспорта на долгие годы. А вот к новым продуктам компании возникли вопросы. В последние годы Blizzard впервые попробовала себя в очень разных жанрах. ММО-РПГ, МОБа, коллекционная карточная стратегия и героический шутер. Все они предлагали игрокам минимум 9 архетипов, будь то классы в World of Warcraft или герои в Overwatch. Количество переменок для балансировки возросло в десятки раз, и подход Blizzard начал сбоить. World of Warcraft — первая игра Blizzard, которую массово обвиняли в дисбалансе. А ведь разработчики просто пытались сделать 9 игровых классов как можно более разнообразными. При этом они опирались на принцип, который геймдизайнер Роб Пардо описал как «Make everything overpowered». Мы хотели, чтобы все ощущалось сверхмощным. Каждый юнит, каждый класс — все, что придумываем для игры. Мы стремимся, чтобы игрок ощущал себя непобедимым. И в идеальном случае, если мы сработали хорошо, все оказывалось сбалансировано. Каждый раз, когда игрок брал новый класс, он думал «Вау, да этот класс еще круче, чем мой предыдущий». Пардо был уверен, что с математической точки зрения в игре удалось добиться идеального баланса. Вот только в стремлении разнообразить геймплей разработчики все сильнее разграничивали специализации игроков. Друид-целитель был невероятно силен в одиночной прокачке. Разбойники и воины не давали никому пощады в PvP, а охотников, в свою очередь, чаще всего зазывали в рейды. Причем игрок был уверен, с конкретной ролью выбранного класса лучше не справиться ни один другой. Я не думаю, что паладины и шаманы обязательно должны быть сбалансированы касательно друг друга. Им все-таки полагается различаться. Честно говоря, на каком-то извращенном уровне я даже думаю, что враждебность между этими двумя классами – это хорошо. Еще и атмосферы добавляет, ведь Орде положено пылко ненавидеть паладинов, а Альянсу всерьез презирать шаманов. Но не все игроки поняли задумку. Кого-то обижало, что, например, жрецу сложнее зачищать локации, чем магу. Хотя, казалось бы, оба – тряпичные классы. Кто-то сравнивал успехи в конкретных активностях, например, в рейдах или PvP, с помощью аддонов для сбора статистики. После чего утверждал, что Вов совершенно не сбалансирована. И Близзард пошла на уступки. А первыми их жертвами стали как раз шаманы и паладины. Мы хотели, чтобы шаманы сильно отличались от паладинов. Но поскольку обе стороны должны быть сбалансированными, мы часто думали – так, у паладинов есть такое заклинание, значит, у шаманов должно быть что-то подобное, но слегка другое. В конце концов, мы вспомнили о концепте «игра в первую очередь» и изменили лор так, чтобы и шаманы, и паладины появились у обеих фракций. Постепенно классы в игре сближались. Игроки начали находить ультимативные билды. А экспериментировать получалось только с выходом дополнений, когда классические ветки талантов удлинялись. Но в итоге они все равно собирались в идеальные комбинации. В определенный момент способности начали повторяться. Близзард решили проблему, введя в игру новую систему талантов и, соответственно, новый баланс. Игрокам предоставили меньше возможностей для выбора, но сам выбор стал значимее. Правда, классы все еще отличались меньше, чем в оригинальном WoW, но это было осознанным решением. Разработчики не хотели, чтобы у кого-то были однозначно слабые стороны. После World of Warcraft вышли StarCraft 2 и Diablo 3. Первый снова стал главный киберспортивный РТС, а вторая просто подарила игрокам много часов веселой зачистки подземелий. Их было за что поругать, но эта критика не шла ни в какое сравнение с той, которая обрушилась на компанию после выхода Hearthstone. Одним этот наследник официальной карточной игры по WoW запомнился, как первый опыт успешного переноса ККИ в видеоигры. Другим, как шаг Близзард в неверном направлении. Фанатам классических игр компании не нравилось, что новая игра — это фри-то-плей для массовой аудитории. А когда авторы объявили о выходе Hearthstone на мобильных устройствах, их обвинили еще и в жадности. Свою долю критики получил и баланс. Тут было две проблемы. Некоторые карты из стандартного и базового наборов оказались слишком сильными, но утешали две вещи. Во-первых, рандом. Даже добавление сверхсильной карты в колоду не гарантировало, что игрок получит ее в нужный момент. Во-вторых, Hearthstone — это цифровая ККИ, которую можно балансировать, не прибегая к перепечатыванию физических карт. К тому же, совсем идеального баланса в пошаговой ККИ достичь невозможно, так как у одного из игроков всегда преимущество первого хода. Hearthstone устроен так, что в нем действительно сложно что-то поменять. Близзард постоянно ослабляет карты из стандартного сета, но его не получится просто взять и удалить. Уж слишком много карт. В каждом дополнении их добавляют больше сотни, но в Hearthstone девять классов, и каждый из них не может использовать карты других. Это же не Magic the Gathering, где игроки могут использовать очень много карт, сочетая в одной колоде по два-три цвета. Но со временем баланс ухудшался. Близзард очень неохотно ослабляла карты, а если ослабляла, то не классические, которые и были корнем проблемы, а новые из дополнений. Причем разработчики делали их практически слабыми до неиграбельности. Игроки просто переставали их использовать. В свою очередь в новых сетах наращивали среднюю силу карт. Явления, известные как Power Creep. Иначе новые карты просто не могли бы соперничать со старыми. А значит, игроки не покупали бы комплекты. Стабильного баланса добиться не получалось. В каждом сезоне выходили мета-колоды, против которых не было надежной тактики. А уже в следующем сезоне эти же колоды могли оказаться в аутсайдерах. Такие качели возникали из-за желания дизайнеров делать карты посильнее. Создавая любую карту, мы хотим, чтобы она казалась мощной. Если вы посмотрите на новый сет и скажете, этот сет выглядит сбалансированным, то это будет не та реакция, которой мы добиваемся. Мы хотим, чтобы вы сказали, этот класс выглядит слишком мощным. Хотя на самом деле все остается сбалансированным. Но если мы все же чего-то не предвидели, или ошиблись, что вполне вероятно, когда в игре миллиона креативных игроков, мы просто возвращаемся к созданным картам и исправляем их. А еще увеличивали количество рандома. Если раньше игрок не был уверен, получит ли он нужную карту вовремя, то теперь не был уверен и в ее эффекте. Последней каплей стали Ген и Баку в 2018 году. Эти карты напряжь сломали игровую мету из-за того, что обеспечивали совсем несбалансированный эффект. Обе заметно усиливали стандартную способность игрока, ограничивая состав колоды. В итоге разработчики вывели их из ротации раньше положенного. Заодно Blizzard поняла, что пора разбираться с классическими картами. В итоге вышла серия патчей. По мнению многих игроков, весьма спорных. Философия баланса Blizzard – не концентрироваться на тех картах, что не сбалансированы в конкретный момент, а освобождать место заранее на будущее. Поэтому их целью наконец стали карты из классического и стандартного сетов. Которые есть почти во всех колодах того или другого класса. Слишком много таких карт мешают игре нормально развиваться. Проходят годы, выходят новые дополнения, а игра ощущается одинаковой. По мнению Киблера, сейчас рейтинговый режим Hearthstone относительно сбалансирован, но ощущается нечестным. Во-первых, потому что мета в игре меняется редко. После обновления игроки несколько недель экспериментируют, после чего находят оптимальную комбинацию карт и уже не меняют ее. Во-вторых, она часто складывается так, что одни конкретные колоды почти всегда проигрывают другим. Поэтому на чемпионатах по игре требуется несколько колод, чтобы участники могли адаптироваться под тактику соперника. В то же время другой популярный режим игры – арена. С каждым годом чувствует себя все лучше. Для ее баланса разработчики написали самообучающуюся систему. Используя данные после каждой партии на арене, программа научилась точно высчитывать пикрейт и винрейт конкретных карт, предлагая балансные правки. Задача компьютера – исправляя показатели, подвести вероятность выигрыша всех классов в игре максимально близко к 50%. Но так как очевидные величины, стоимость карты, здоровье существа, наносимый урон, нельзя менять специально для арены, не затронув стандартный режим, компьютер применяет вес – вероятность выпадения определенных карт. Создавая Heroes of the Storm, разработчики из Blizzard не скрывали, что хотят угнаться за двумя зайцами, добраться до серьезного киберспорта, переманив часть аудитории у Dota 2, и расположить к себе новичков, которые к той самой Доте все не решались подступиться. Вот только балансировка игры для новичков и для профессиональных киберспортсменов – это совершенно разные задачи. Они по-разному понимают игру, героев, тактики и командное взаимодействие. Конечно, хотелось бы, чтобы баланс игры был отлажен одинаково, но это почти неизбыточная мечта. Лучше сперва понять, на кого рассчитана игра, а потом выстраивать баланс с прицелом на конкретную аудиторию. Тем не менее, Blizzard все равно воплотили изначальную задумку. Разработчики адаптировали баланс-ход с подпрофессионалов, надеясь на успешное киберспортивное будущее. В то же время добавили относительно простых в освоении героев, чтобы новичкам было проще вникнуть в незнакомую игру. Ну а чтобы эти герои не ощущались как бесполезные болванки для низких рангов, их постарались сделать максимально разнообразными. Проблема вот в чем – персонажей для новичков сбалансировали так же, как и прочих. Но при этом, играя за них, не нужно особо разбираться в тактиках и учиться работать в команде. Если за штурвал такого простого героя садился более-менее опытный игрок, он превращался в смертельное оружие. Постепенно разработчикам почти удалось исправить игровой баланс. Конечно, сильные начальные герои никуда не делись, но им, даже под управлением опытного игрока, сейчас куда проще противостоять. Время от времени с обновлениями в игре снова появлялся дисбаланс, но его быстро устраняли. Самым ярким примером, пожалуй, было появление Ханзо и Трейсер из Overwatch. Не самые живучие, но очень маневренные и сильные бойцы успели попортить игрокам нервы, пока разработчики их не усмирили. К слову, у самого Overwatch, вышедшего вскоре после Heroes of the Storm, с балансом тогда тоже не все было гладко. В первые несколько месяцев после релиза Overwatch все было хорошо. Никто не жаловался на того или иного персонажа, наоборот, все увлеченные экспериментировали с необычными тактиками и комбинациями героев. Отношение игроков к внутриигровому балансу начало меняться, когда в игру ввели соревновательный режим, а Blizzard впервые заговорила о серьезных турнирах. Оказалось, что в Overwatch примерно те же самые проблемы, что и в Heroes of the Storm. Доступность и разнообразие. Blizzard пытались угодить всем. Например, Райнхард отлично подходил тем, кто не очень любит стрелять в шутеров. Техно-рыцарь полагается на ближний бой и на щит. А Торбьерн, хоть и не лишен огнестрельного оружия, но в основном возится с любимой турелью. В попытках создать уникального героя появлялись такие персонажи, как Бригитта. Она оказалась эдаким боевым медиком впереди всех. То есть сбалансировать ее, отталкиваясь от характеристик других бойцов поддержки, было сложно. В результате она на какое-то время полностью подчинила себе мету. Бригитта, Сомбра, Мойра не то чтобы напрямую ослабляли других героев, но все равно оказывали на них большое влияние. Например, заядлые Райнхарды несколько в штыке встретили выход Арисы, пошатнувшей позиции старого вояки. Само по себе это хороший прием баланса, но в Overwatch это сочетается с Power Creep. Новые герои, как правило, оказываются сильнее старых и постепенно вытесняют их. Это вытеснение ломает старый принцип Blizzard, согласно которому любой персонаж по-своему полезен в любой ситуации. Осознав это, разработчики принялись исправлять ситуацию и даже перестали стесняться полных редизайнов героев, как это было, например, с Симметрой. Основная претензия к Симметрии была в том, что несмотря на ее силу, многим игрокам она оказалась недостаточно универсальной. То есть им нравилось играть за нее, но Симметру выбирали, скажем, только для обороны первой точки. Ее телепортер был весьма эффективным и позволял быстро возвращать игроков в бой, если его удавалось защитить. Но если удержать первую точку не получалось, многие игроки сразу меняли героя или продолжали играть за Симметру, но не очень помогали команде, поскольку ее суперспособность уже не так востребована. И мы решили это изменить. В итоге в 2017 году Симметру переработали. Фотонный щит уступил место более активному фотонному барьеру, а основное оружие героини усилили. Также Симметра стала первым героем в Overwatch с двумя суперспособностями на выбор. В дополнение к пассивному телепорту появился генератор щита, который актуален в любой ситуации, на любом этапе. Так Симметра осталась балансированным персонажем, но геймплей за нее стал динамичнее. Правда, через год ее способности снова перетасовали. Пример Симметры показывает, что даже в самых радикальных изменениях разработчики придерживаются баланса. Просто его перенастраивают так, чтобы он иначе воспринимался. Тем не менее, игроки все равно регулярно жалуются и обвиняют тех или иных персонажей в несбалансированности. Как правило потому, что после обновлений чьи-то любимые герои оказываются слабее тех, кого усилили, и уходят на второй план. Или наоборот, благодаря новому сочетанию героев, в мету попадает всеми забытый персонаж, против которого ни у кого в запасе нет тактики. Или же игрокам вообще не нравится новая мета. Появление меты в любой игре – это естественно. Большое комьюнити игроков без труда находит самую эффективную команду персонажей и учится правильно ее использовать. Близзард иногда и сами пытается вмешаться в процесс. Например, в 2018 году они намеренно усиливали целительные способности Ангела, увеличивая ее разрыс с ближайшим конкурентом – Анной. Тогда же они вывели узкую специализацию Бастиона, чтобы сделать его востребованным среди профессиональных игроков. Но в прошлом году способы, которыми разработчики пытались направлять мету, дали сбой. С выходом Бригитты главной стратегией стала ГОДС. Сочетание трех танков – Зари, Дивы, Уинстона или Райнхарта – и трех героев поддержки – Бригитты, Лусио, Деньятты или Мойры – было относительно легким в применении, и его было почти невозможно остановить. Сбалансировать это сочетание непросто. Ослабить сразу всех невозможно, а конкретные нерфы по героям делали их менее эффективными в ГОДС, но почти бесполезными в других комбинациях. Но Близзард все же нашли способ надавить не на персонажей, а на стратегию. Разработчики ввели систему, обязывающую брать в команду двух танков, двух атакующих героев и двух бойцов поддержки. Возможностей для разнообразия стало меньше, а вот самих тактик – больше. У игроков появился простор для экспериментов с необычными сочетаниями персонажей. Да и игру теперь проще балансировать, ведь стало меньше комбинаций. Систему 2х2х2 приняли хорошо, поэтому Близзард собирается в дальнейшем еще сильнее раскачивать мету, спасая ее от застоя. Например, разработчики пообещали ввести экспериментальные пулы героев, которые каждую неделю будут блокировать в рейтинговых играх четырех случайных героев из списка самых популярных. Разработчики не пытаются сбалансировать игру в целом. Они пытаются поддержать интерес к неуказуальных игроков, в то же время сделать интересный для обычных игроков и сбалансированный для профессионалов. Чтобы игра в принципе развивалась, а акционеры были счастливы, это не просто невозможная задача. Это целая цепочка задач, поэтому Overwatch и не сбалансирован. Одна из восьми главных ценностей Близзард – игра в первую очередь. В каждом втором интервью разработчики повторяют одну мысль. Они хотят, чтобы игрокам было весело. А веселой может быть даже игра с плохим балансом. Точно так же, как и идеально сбалансированная игра может оказаться невыносимо скучной. Балансируя игру, нужно подчеркивать важные различия между персонажами или юнитами. А иначе у вас получится игра, где армии или классы будут ощущаться примерно одинаково. Да, вы сможете поздравить друг друга, что добились идеального баланса. Но будет ли эта игра интересной? Скорее всего нет. Игроки не всегда решают сопробовать новые изменения из последнего патча, взять недавно усиленного персонажа или изучить интересную тактику. А от этого иногда принимают идеальный баланс за кривой, опираясь только на свое восприятие. Но баланс Близзард опирается на разнообразие и ощущение мощи. Да, он не идеален. Но разработчики осознанно жертвуют какими-то характеристиками, чтобы каждый герой, каждая карта и каждая способность в их играх были интересными. Их играм всегда присущ пауэркрип, что плохо. Но и для новых любопытных механик место находится. Что хорошо. Разработчики не любят отнимать у игроков что-то полюбившееся. Куда охотнее, они увеличат характеристики других персонажей, добавят интересную фишку или даже целого героя контрмеру. У такого подхода находятся критики, которые заслуженно ругают постоянно растущую среднюю мощь условного юнита. Но даже эти критики продолжают играть в тот же Overwatch или Hearthstone. А я надеюсь, вы поддержите развитие нашего канала, чтобы мы продолжали искать новые темы, а в ближайшее время расширили форматы. Сделать это просто, с помощью лайка, комментария и подписки. Но мы не только рассказываем, еще мы делаем курсы по геймдеву. Например, аутблок по левел-дизайну. Там вы узнаете про блок-ауты, метрики, визуальный язык, композицию, свет, навигацию, а также восприятие и работу с разными типами пространств. Кроме того, мы запускаем курсы по моделированию и концепт-арту. А еще есть и бесплатные. Все подробности в описании. Там же ссылка на наш паблик, где каждый день выходят статьи о геймдеве и кино. А с вами были Дарья Кравчук, Юрий Кулагин, Алексей Луцай, Игорь Максимов и Денис Куандыков. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!